привет друзья подписчики моего канала просто зрители через пару дней режество и 5 мы будем что-нибудь все готовить к праздничному столу я хочу предложить рецепт кальмаров приготовить салат даже нам не салат это скорее отдельно самостоятельно блюдо маринованные кальмары не знаю как лама мне уже честно говоря под надоели обычный кальмарный салат с яйцом и майонезом и с луком там жареный с перцем болгарским хочу предложить вам такой вариант попробовать это чисто корейский салат и кальмар не салат ставим салат короче это чистость корейское блюдо его продают тетушки на рынках корей кореянки в таких лотках у них там всякие разница морковка огурцы там имбирь побегите имбиря и вот нам тоже есть такой уж и свинячие свины и продают они маринованного кальмара мне он очень нравится рецепт но рецептами не говорят но я залез на корейский youtube и нашел но и хочу сделать и придется с вами уже один раз делал мне понравилось думаю может быть кому-то будет тоже интересный к мужу приелась обычная закуска из кальмаров чтобы хотите новенького пробовать за кальмары но и кое-что еще я с меня на печке греется 5 литровая большая кастрюля воды для начала кальмаров нужно почистить ну здесь никаких сложностей нету просто горячей воде под как-то под краном все это вы снимете сниму штучку красную можно вручную из свежих снимает нам неказав горячего дигра запущу сейчас буквально на три минуты прервусь почищу и мы продолжим а вода пока нагревается закипела чет пока рука будем готовить маринованных карманов очень вкусно все наручу кармачки почищены теперь их нужно порезать как их резать так как вам удобно давайте дарьем хвост и потому что они жесткие сначала покажу давайте кушку основную порежу я кольцами они где-то местами порваны кольца будут не совсем кольца ну как получится вот красота так на рынке скорее всего вы видели они такие свернутые в трубочку такие как ежики это делается очень просто берется хвостик или тушка кармара и делаются надрезы но не так не глубокие а просто до середины но уж острый а теперь вот видите теперь в обратном направлении там можно под углом чтоб красивее это было на это хотите кого-то удивить конечно делать рассыпалась я слишком острый нож на одну нож острый не надо увидели чуть-чуть касался она разрезалась ну вот тут такая что но завернется вот так и будет такими ромниками опа вода закипела так часа по себе перережу все колечками все увидите разваливаются все тут понятно и просто я старайтесь резать на примерно одинаковой ширины колечки тогда они вас будут равномерно промаринованы и просориться одновременно если сделаете раза ничего страшного просто маринка побольше времени на это уйдет так друзья здесь у меня просто кипит вода без соли без спец и просто вода вот миска кальмаров у меня вываливаем ложку берем специально показывать в реальном времени чтобы вы поняли насколько все это быстро все выключаем газ и сливаем кальмаров и промываем их холодной водой чтобы они у нас остыли все буквально 30-40 секунд не больше всего друзья кальмаров промыл просто под проточной водой холодной стран они полностью готовы давайте вот если разорвать корма смотрите какой нежнейший все нет ничего там белого жидкого и очень мягкий очень но сейчас мы его будем еще мариновать давайте приложим все это дело в 3 глубокую чтобы удобнее было вот такая кучка получилась попробуйте даже для вашего любимого салата с майонезом приготовить вот так кальмаров вы просто поразитесь хвосты не закрутились они должны готова в трубочку свинуть ну видимо не закручивать надо тушку нарезать так но это ладно не про хвосты видео друзья давай сейчас поставим подготовим на мариновать нам понадобится рисовый уксус но если у вас нету рисового уксуса возьмите обыкновенные 9 процентов разведенный уксус буквально пару ложек уксусу мы потом этот маринад уберем он честно сделает свое дело и мы его будем раз кальмара дадут тоже сок но здесь не нужно две ложки суммы этого уксуса рисовала или пару ложек можно три соевого соуса вместо сахара ой вместо соли уж кальмара очень не залили ничего с ним не делали и ложку сахара все это дело перемешиваем сейчас перемешаю тщательно пока кальмар маринуется и получать кого там достаточно так перемешивать время от времени давайте сделаем сейчас ароматную составляющую дальше нам для этого кальмара понадобится так я возьму буквально ну такого не небольшое объем штучек на килограмм кальмара после не получается делаем там 6710 короче этих черного перца кориандр корейская кухня кориандра много используется где тоже совсем чуть-чуть тут главный ингредиент это будет перец очень горло так аромат очень вкусно это перец целый пахнуть на 6 запах отвечаю прям не пожалейте не захажите с интернета не забуду вставлю ссылочку на сайте можно кипец заказать не реклама курсов совет это класс мне не из магазина присылали мне другу гостю столкнем все это дело сейчас я располагу вот сухая составляющая готова специи берем пока их мисочку в отдельную здесь нам понадобится чеснок чеснок умного 36 зубчиков и буквально такой кусочек имбиря все это надо меленько порезать а потом еще можно и в ступке растолоть для в однородную сухую пасту такую здесь лучше дома никаких не возникли чеснок берем так ножом здесь раздавили и меленько порубали а потом ступки его еще да да и чеснок соберем порубил мелко и ну как относительно мелко сейчас засыплю в ступку и располагаю в ступку чтобы была однородная масса все вот получилась однородная масса из чеснока и имбиря очень классно пахнет все помоем выступая наши толщеные перцы скорее ну и теперь самый самый ингредиент это уже вот такой перец это перец для кимчи они используют нашел в интернете можно его заказать без проблем увидел вот так пачка по килограмм он разлицовка идет по количеству но на такой на килограмм формаров я думаю пару ложек более чем достаточно но они сыпят ложки 4 но это круговарства не то люблю перец но он острый звучит так все перец пошел перемешиваем все это дело то нашел это будет заправка уже для кальмара видите как мы такая суховая получилась суховатая получилось возьмем добавим сюда ложку хорошего своего соуса маринуем и в самом дешевом соевом соусе сюда добавляем уже хороший и ребят куржутное масло буквально чайную ложку вот все это дело раз перемешаем все вкусы тут соединяться пожениться так сказать вот такая красота получилась ну а теперь все дальше совсем просто берем глубокую миску поглубже сейчас опису поглубже миску минутку я чисто для удобства взял поглубже миску берем наших маринованных кальмаров вот этот маринад которым они нам не нужен надо их отряхнуть руки я помыл уже раз 6 или 7 пока кролик снимать пришивать вот такие ароматные заправочек вкусно пахнет но она тут не нужна больше она уже сделал свое дело и повара маринат второй раз нигде не используют просто поэтому уйди все вот такая вот кучка и пошла наша заправка сейчас нужно что-то дело перемешать ну и естественно дать настояться чтобы перцы раскрылись все соединилось все вкусы ароматы идеально дать ему постоять конечно ночь собственно и сделаем но попробуем уже конечно сейчас если у вас нету там этих специальных перцев возьмите обыкновенный жгучий перец только поаккуратнее с ним можно переборщить поищите бывает в магазинах паприка хлопьями возьмите красную паприку и добавьте к ним немного жгучего перца и получите что-то среднее похоже на эти корейские перцы все но вообще конечно если вы любите готовить все нравится восточная кухня закажите пачку такого пачку такого перца и готовьте уже очень вкусные штуки восточные корейские китайские огурцы с таким перцем просто бомбически 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 все любят так ну все друзья вот что у меня получилось знаете я попробую ну и там нужно дать настояться конечно да это остро слегка кисло знаете что единственное что я бы добавил немного сахара прям буквально щепотку еще добавлю сахар будет более насыщенный вкус придаст сейчас она все растворится все соединиться за ночь настоится и будет просто офигеть ну вот ребят очень мягкий очень нежный прям такая консистенция приятная ну и перчик конечно не вырви глаз просто он чувствуется да так ну ладно друзья чем на этом заканчиваю видео сейчас перевожу это банк уберу в холодильник настоялась до завтрашнего утра уже завтра нужно будет покушать ну а с вами прощаюсь пробуйте экспериментируйте ну такая вкуснятина получается из кальмаров сюда можно добавить корейские морковки перцы булгарского обжарить все что угодно но это уже до уничтожили как продукта я делаю для себя дело по классическому корейскому рецепту все друзья кому было интересно и полезно это видео ставьте пальцы вверх кому неинтересно бесполезно ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал пишите свои комментарии ну все друзья с этом я с вами прощаюсь всем спасибо и всем пока скоро увидимся